Тайм Библию вместе. Сегодня у нас в студии Татьяна Круг, Максим Белоозёров, Олег Шевкун и Маруся Иванова. Всем привет, друзья! Всем привет! Здравствуйте! Сегодня, на самом деле, у нас изменилась тема. Мы сами изменили тему сегодняшней беседы. Ну, потому что, помните, мы собирались говорить сегодня о женщинах в Священном Писании, о женщинах в Евангелии. Мы хотели продолжить разговор. И я уверен, что разговор об этом мы продолжим. Но в связи с событиями в последних дней, особенно той трагедией, которая была в Санкт-Петербурге, мы не могли сегодня оставить предыдущую тему, которую собирались обсуждать. Поэтому тему мы сегодня изменили. Сегодняшняя наша тема — это страхи и неуверенность в том, что происходит вокруг. Страх того, что нас ждёт в метро, на улице, в подземных переходах, где угодно, в любых общественных местах. Да, потому что, на самом деле, вот события, которые происходят, и не только события в Санкт-Петербурге, но и то, что происходит в последние годы, эти вопросы перед нами ставят. Бывает ли страшно? Олег, а вот вам, как христианину, скажите, вам бывает страшно действительно ездить в метро, допустим, когда поезд останавливается? Или вы это переносите легче? Тань, ты меня видела, когда поезд останавливается? Как думаешь, было страшно? Кстати, вот Олег довольно спокойно себя ведёт у него, ну, не ощущается, я не почувствовала паники. У тебя она была, но слабая такая. У меня паника была, но я сейчас вот в связи с недавними событиями в Петербурге, мне даже страшно подумать о том, что было бы, если бы. То есть поезда останавливаются часто, паникую я всё-таки редко. А тут разница в три дня и взрыв, и вообще. Да, просто я объясню слушателям, что мы ехали с Татьяной в метро, и вот, собственно говоря, поезд остановился. Он не просто остановился. Мы ехали три станции, 30 минут. Он много раз останавливался. Знаешь, почему мне не было страшно? Ну, потому что он останавливался всего на 5-7 минут. Если бы стоял минут 15, я думаю, страшно бы стало. Всё-таки обратим внимание, что в Петербурге метро всё-таки не остановилось. Да, там, на самом деле, насколько я понимаю, машинист правильно сделал, потому что можно было бы, ну, скажем так, трагедия могла бы быть больше, если бы он остановился, он доехал до конца. Поэтому, может быть, не стоит волноваться, если мы останавливаемся в тоннеле. Нет, да. Мне, на самом деле, очень интересно вот этот, если позволить сказать, феномен, когда вокруг происходит трагедия и увеличивается вот эта вот общественная напряженность. Потому что я, может быть, в силу своего восприятия или эгоизма, пока вот со мной это не случится или где-то около меня, я вот совершенно спокойно сегодня сел на метро и доехал до нашей студии. Удивительно, но я тоже сегодня спокойно села в метро. Так, а я смотрю, что ты сейчас боишься? Я бы сказала немножко не так. Когда начинаешь об этом всё больше и больше думать, и когда об этом говорят на каждом шагу, как бы вот это вот напряжение, оно нарастает с каждым днём всё больше и больше. С каждым даже часом, может быть. Ну, то есть, получается, что человек сам себе накручивает эти страхи? Скорее всего, да. И к тому же, когда я вижу на улице сейчас очень много полиции, то есть машины полицейские стоят, усиленная охрана. Вот я заходила сегодня на проспекте Мира, и там стояла полиция с собаками. Да, но тогда варианты либо не думать, либо не смотреть, либо вот что по этому поводу делать? Олег, вот не думать, это очень сильно сказано. Да, потому что вот в свете вот этих недавних событий я на следующий день шёл по метро с большим-большим чехлом, в котором у меня был музыкальный инструмент. И меня попросили сотрудники метро просветить его на металлодетекторе. И это хорошо, это радует. И когда это происходит в другом городе, то есть это не Санкт-Петербург, это Москва. Ну, Москва всё-таки всё время по-то целому. Да, и вот хоть как-то, но меня эти события коснулись. И не думать об этом, как бы абстрагироваться, мне кажется, это очень сложно. И иногда людям кажется, что у христиан должно быть какое-то особое отношение, а может быть и должно быть, сегодня будем разбираться в этом. Ну, вот есть оно у вас, такое отношение особое? Смотри, страх у меня тоже бывает. Вот признаюсь, страх бывает. Но отношение особое, я думаю, всё-таки есть. Тут есть ещё одна опасность. Можно просто ни о чём не думать и превратиться в такого, знаете, циника, которому, ну да, ну там взорвали яд цел, мои-то родственники оказались незатронутыми. Ну вот как, все целы, всё в порядке, всё нормально. Но тогда ничего хорошего не будет, тогда будет цинизм. Но, опять же, давайте вспомним о том, что чем больше вокруг нас происходит всяких нехороших, трагических событий, тем спокойнее мы реагируем на каждое следующее. То есть притупляется восприятие. Притупляется восприятие очень сильно. Если нас будут взрывать метро каждые там полгода, то мы вообще, по-моему, уже будем на это смотреть, как на, ну не знаю, там, снова осень. Снова осень, снова взрывы. Да, вот из этой же серии. Но, опять же, если мы всё-таки вернёмся к нашей общей теме, да, о том, что мы всё-таки обсуждаем Библию, вспомним о том, что Иисус жил в другие времена, и в то время не было, скорее всего, терроризма. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. О том, что происходит сегодня. Но мне кажется, что я испугал наших слушателей. Я сказал о том, что у меня тоже бывает страх иногда, хотя, наверное, он другой. Давайте мы всё-таки выясним у наших слушателей. Друзья, вот вы, если вы верующие люди, если вы христиане, испытываете ли вы, бывает ли у вас такое ощущение неудобства, беспокойства, страха в связи с тем, что происходит вокруг? Бывает ли у вас этот страх? Если да, то что вы с этим ощущением делаете? Как вы с этим поступаете? Если нет, то не боитесь ли вы стать циниками? То, о чём я говорил. Циниками, которым всё ни по чём. Главное, чтобы я и, в идеале, также мои близкие были живы. Вот знакомы ли вам это ощущение страха? Да, я напомню контакты. Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 17 06 7 977 850 0996 А мы вернёмся к вам через несколько секунд. Божье слово Написано в прошлом, актуально в настоящем. На часах 17 07 И мы продолжаем говорить о трагических событиях в Санкт-Петербурге недавнего времени. Как бороться или что делать с чувством страха, который эти события в нас вызывают. И как всё это отражено в Евангелии, в Библии. Да, что с этим делать? Как воспринимать трагедию и не стать при этом циниками? Участие Бога, неучастие Бога. Каким образом Бог может участвовать? Каким он, может быть, не может или он не участвует? А для вас, друзья, это что? То есть, вот знакомо ли вам это ощущение страха, неуверенности, такого беспокойства, действительно серьёзного беспокойства? А что со мной будет? Тут у нас, кстати говоря, на один из предыдущих эфиров прислали письмо. Женщина пишет, вот после этих событий я вожу дочь на машине на практику. Но вечно же так продолжаться не может. Как через это пройти? Ну, понятно, что она возит на машине дочь для того, чтобы дочери не нужно было пользоваться общественным транспортом. Ну, давайте не будем забывать о том, что не только в метро можно взорвать, или общественный транспорт, или любую машину. Машину взорвать можно, можно, да, попасть в любое ДТП, можно ехать мимо остановки, на которой взорвается. Да, машину даже взрывать не надо, в неё могут резаться. Элементарно говоря, ты можешь выйти на улицу, и на тебя упадёт кирпич. То есть мы говорим о том, чтобы вот это ощущение беспокойства и страха за себя и своих близких не переросло в паранойю. Я правильно понимаю? В паранойю, в постоянное беспокойство, и есть ли у христианина какие-то преимущества в связи с тем, что происходит. А действительно есть в Священном Писании немало, истории, мы ждём, друзья, ответов от вас, ваших мыслей, хотим услышать ваши голоса обязательно. Но сегодня кое-что прочитаем, потому что у нас иногда возникает ощущение, что Иисус должен был бы разрулить все ситуации, всем помочь, всё сделать хорошо. Но штука-то в том, что с самого рождения Иисуса вокруг Него происходили истории весьма и весьма тяжёлые. Вот, например, царь Ирод, ну, тот, который был поставлен римлянами, чтобы быть царём Иудеи, такой царь с разрешения, с позволения царствующего тогда римского правительства, или господствующего Иудеи римского правительства, узнав о том, что родился младенец Иисус, и очень боясь потерять свою власть, он действительно боялся, потому что ему казалось, что его в любой момент снимут, сместят. А он решает избавиться от младенца Иисуса. И самим своим рождением Иисус фактически, как можно подумать, породил очень тяжёлую ситуацию, трагическая ситуация, описанная в Евангелии от Матфея, 2 глава 16 стиха. «Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить, перевести можно и побить, убить, всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах Его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». То есть, ну, он понимал, что Иисусу не больше двух лет. Тогда забылось речённое через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот первое тяжёлое трагическое событие, которое связано с жизнью Иисуса Христа и описано в Евангелии. Иисус его не останавливает. Царь просто издаёт указ «убить всех младенцев» и всё. Но Иисус был же маленький ещё совсем. Да. Как он мог получиться? Получается, его рождение сопровождалось таким массовым кровопролитием. Ну, массовым-немассовым сложно сказать, потому что Вифлеем был небольшой деревушкой, но, знаете, если мы будем разграничивать массово и немассово, мы начнём говорить, «А, сколько там погибло? 14 человек?» Ну, это ещё ничего страшного. Если бы 400, было бы тяжело. Нет, ну, всё-таки он совершил геноцид поколения, вот, по крайней мере, в этой деревушке. Да. И теперь понятно, почему его имя стало нарицательным. Причём мне очень удивляет тот факт, что он даже не столько удивляет, дело в том, что двигающей силой Ирода был страх тоже. Конечно, что его сместят. Двигающей силой Ирода на протяжении всей его жизни был страх. Он избавлялся от неугодных жён, он избавлялся от неугодных сыновей. Понимая, что сын претендует на власть, он либо отправлял его учиться за границу и обратно уже не возвращал. Да. Либо он его просто умерщвлял таким, тем или иным способом. Там было достаточно много и жён, и сыновей. То есть, было человеку, где разгуляться. Ну и известная история, по-моему, я её рассказывал уже в этом эфире, как раз про Ирода Великого, того самого основателя династии, что он очень боялся, что его настолько ненавидят, что когда он сам умрёт, народ израильский не будет плакать. Его не будут оплакивать. Ну и для того, чтобы помочь, он издал такое указание, чтобы когда он умрёт, схватили три тысячи самых почтенных мужчин иудейского народа и умертвили их, для того, чтобы в Иудее был плач. Вот если не по нему, то хотя бы по ним. Ему важно было, чтобы плакали. К счастью, этот приказ так и не был исполнен. Он умер, по-моему, Ирод умер, по-моему, не плакал о нём. Никто. Таким образом, подождите, мы можем сделать вывод, что именно страх нас толкает на какие-то ужасные вещи. Иногда да. Вообще всех людей. Иногда да. Но в случае Ирода-то это был страх необоснованный. Он сам был узурпатором власти. Поэтому... Мне кажется, это был такой страх забвения его. Какой-то глобальный страх. Нет, мне кажется, как раз в этом случае его страх был обоснованный. Потому что если же сам он являлся узурпатором, он прекрасно понимал, что как он пришёл к власти, так он может и закончить свою жизнь и правление. Ну да. В данном случае страх был, в общем, конечно, обоснованный. Но реакция на страх, понимаете? Ведь вопрос не в том, что мы чего-то боимся. Обоснован ли страх того, что в метро или где-то где угодно может быть совершён теракт? Конечно, страх обоснованный. Вопрос только в том, что мы с этим страхом делаем, когда он приходит. Но все люди решают по-своему, по-моему, этот вопрос. И если уже смотреть на того же Ирода, то у него, даже если уже пускай обоснованный страх, как и у нас будет страх, выходить на улицу, то мы же не будем так же поступать, как Ирод. А мы можем... Да вот представьте себе ситуацию, друзья. У человека приступ паники. Он вокруг начинает всех убивать. Нет, не убивать. Хотя бы орать, метаться по этому вагону метро и кричать, что происходит. Он ведь ничего хорошего в эту ситуацию таким образом не добавляет. Но и просто сидеть сложа руки, то же самое. А также мы абсолютно можем подвергнуться насилию со стороны террористов, все кого-то. Значит, вопрос не столько в том, что мы испытываем, а в том, что происходит дальше, что мы с этим ощущением делаем. Знаете, есть такое замечательное выражение. Мы не можем помешать птице сесть нам на голову. Конечно, можем, в принципе, согнать ее. Но мы можем помешать птице с гнездо в этой самой голове. То есть какие-то вещи с нами происходят. Они в любом случае будут происходить. Вопрос только, что мы с этим будем делать потом. Но вот возвращаясь к истории с младенцами, ведь Бог мог остановить все это. Почему он этого не сделал? Это интересный вопрос. А Бог мог остановить? Помните, мы с вами начинали читать про Адаму и Еву еще в прошлом году. А Бог мог остановить какие-то другие события, которые происходят? Зачастую Бог этого не делает, в частности, потому что мы имеем свободу. Хотя я понимаю, что ответ это совершенно неудовлетворительный. Зачем мне свобода, чтобы меня убили? Да и отсюда вытекает следующий вопрос. Почему Бог, если Он есть, если Ему не все равно, что творится в этом мире, почему Он не останавливает сегодняшние трагедии? Давайте вообще хотя бы приведите мне хоть один пример в истории, когда Бог вмешался все-таки и хоть что-то остановил. А это очень сложно привести. Тогда это же не трагедия. Тогда же трагедии не произошло, если Бог вмешался. Представь себе, да, что, ну вот, допустим, даже так, поймали потенциального террориста. Об этом мы слышали. Вот обезврежена террористическая угроза, сделано то-то и то-то. Кто-то скажет, что Бог вмешался, кто-то скажет, что органы правопорядка, правоохранительные органы, силовики сработали хорошо. Кто-то скажет, что произошло и то, и другое. Но ведь есть случаи, про которые мы просто не знаем. Это могло случиться, этого не случилось. То есть, если бы не Бог, то мы взорвались бы каждый день? Вот многие... У нас бы вообще не было. Многие христиане стоят именно на второй позиции. Да, даже не... Взорвались каждый день. Слушай, нам ведь достаточно один раз. Второй раз тоже не надо. Только сильно. Второй раз уже не надо. Тогда давайте, посмотрите, с другой стороны рассмотрим этот вопрос. Я читала вчера очень много историй о том, что там один человек не поехал на это метро, другой поехал не на том, не в том вагоне, третий там просто остался дома, четвертый поехал на такси. И они видят в этом какое-то провидение? Нет, вы видите в этом какое-то провидение. То есть, Бог взял и спас там 5-6 человек из тех, которые должны были, вот, 100% должны были находиться именно в этом вагоне. Тогда не очень понятно, почему именно этих? Почему именно этих? И почему вот те там самые, которые взорвались, почему они должны были взорваться? Почему их не спасли? Ну, мы же не можем залезть в голову к Богу. Но при этом вот вопрос, который ставит Татьяна, в Евангелии ученики задавали. Тогда не было интернета. Тогда люди ходили и рассказывали друг другу новости. И вот в Евангелии от Луки есть такой эпизод, весьма показательный. Это 13 глава. Это Иисус находится со своими учениками. Идет такое активное служение, исцеление. Все круто вокруг. Да, вот помните, там слепые прозревают, немые начинают говорить, глухие начинают слышать и так далее. И вот происходит следующее. В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Иисусу, о галилейнах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Ситуация была такая. Между Иудеей и Галилеей было соперничество. Галилея не пришли в Иудею для того, чтобы принести жертву. На самом деле, конечно, напросились. И Пилат, очевидно, действуя по наущению верхушки того времени, устроил большую резню. Зачем вы сюда лезете? Вот у вас там есть свои места, вот и приносите жертву там. И, собственно говоря, перебил людей. Вот сегодня это делают террористы, тогда это делали государственные деятели. Ну и, собственно говоря, вот возникает вопрос. Почему? Почему именно эти иудеи, могли сказать и так? Ну, Галилеяне, они люди второго сорта, им нормально. Ничего страшного. Зачем-то, наверное, Бог их наказывает. Иисус на это отвечает совершенно поразительным образом. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? То есть неужели вы думаете, что вот они были хуже, поэтому с ними такое случилось? И отвечает сам себе. Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Вопрос не в том, что одни хуже других. Вопрос в том, что все мы достойны этой погибели, если мы живы, вот это скорее милость. И еще одну техногенную катастрофу, между прочим, он описывает сразу в следующем же стихе. Там строили башню. И упала башня. Просто упала и придавила собой людей. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила или убила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. То есть это как цель оправдывает средства? В смысле? Ну то есть получается, если 15-20 человек погибнут, то остальные смогут прийти к спасению, глядя на эту трагедию. А он так говорит? Ну я это вот так восприняла. Что означает в этом случае? Да, то есть если вы не признаете, что ваша жизнь не соответствует Божьему замыслу, не соответствует Божьей воле, то, понимаете, получается, что когда кто-то гибнет сейчас... Окей. Мы на 100% смертны, не правда ли? Да. Если ты доедешь в метро, а я все-таки верю, что ты доедешь в метро, и сегодня, и завтра, и через 10-15 лет, то смерть все равно придет рано или поздно? Ну лучше поздно. Почему? Хочется... Хочется пожить все-таки. А тебе... А зачем? Теперь смотри, живя ты должна заботиться о каких-то вещах, типа, не знаю, как себе зарплату получить. К чему меня призываете? А я к тебе ничему не призываю. Я тебя спрашиваю, почему важно это сейчас или это потом? Почему есть разница? Ну я не хочу умирать, я хочу жить. Я думаю, только потому, что кроме нашей жизни у нас ничего нет, и чем продолжительнее она будет, тем лучше для нас. Из здравого эгоизма я не хочу умирать завтра, я лучше умру через 20 лет. Через 45. Честно говоря, честно говоря, я тоже. Здесь есть еще один момент, это мучительная или не мучительная гибель. Это другой момент совершенно. Да, честно говоря, я тоже. Но Иисус фактически говорит вот о чем. Смотрите, вопрос не в том, что с кем-то это случилось раньше, с кем-то это случилось позже. Кто-то умер в своей постели, кто-то погиб в результате несчастного случая, кто-то в результате теракта. Вопрос о том, что будет дальше. Так вот, 20 лет, 25 лет, 45 лет, 70 лет. По сравнению с вечностью, с вечностью это все равно. И смысл-то определяется не тем, когда, а тем, что будет дальше. Вот здесь принципиальная разница в отношении христианина и человека неверующего. Да, как раз таки хотела об этом сказать, что неверующий человек, он заканчивает свою жизнь именно вот этой точкой, смертью. А верующий человек... для нас вечность это не точка. У нас нету вечности, у нас есть вот наша жизнь, и наша жизнь есть наша вечность, а у верующего человека все-таки, скажем так, нету как такового конца жизни, этой точки. И понимаешь, именно поэтому отношение верующего человека к тому, что происходит, становится другим. Знаешь, чего я боюсь? Вот, может быть, это так немножко странно прозвучит. Я боюсь не самой гибели. Я боюсь физических мук. Вот страдать, вот страдать от боли. Там пара секунд, не страшно. Это смотря, как будет. Это смотря, как будет. И уже не больно. И боюсь за своих родных, за свою семью, которая остается. Но, помнишь, как у Гамлета, да, вот Гамлет боится, что там будет дальше. Мы, христиане, знаем, если мы доверяем Иисусу, если мы верим Библии, мы знаем, хотя бы как-то, что будет дальше. Не во всех подробностях, но во многих. Вот это меняет отношения. Иначе бы, да, действительно было бы очень страшно. А у нас слушатели молчат. Да, телефон молчит. Я хотел бы напомнить вопрос нашим слушателям. Испытываете ли вы беспокойство или страх в связи с событиями, которые вокруг нас происходят? И как вам, может быть, помогает переживать этот страх, это беспокойство, вера в Бога? А нам еще кто-нибудь скажет, что вот это просто люди придумали себе такую сказочку, и этой сказочкой переживают всякие тяжелые времена. Можно же так посмотреть на этот вопрос. На Библию? Да. Ну, то есть, это такая уверенность в том, что после твоей смерти будет какая-то вечность, будет волшебство, там, счастье и так далее. Упрощаете себе жизнь. Ну, то есть, да, это упрощает. Это, по крайней мере, дает надежду на то, что смертью все не закончится. Самое интересное, что не надежда, а уверенность. Есть такая картинка. Представляете себе, представьте себе такой квадрат, разделенный на четыре маленьких квадрата двумя линиями, вертикальная линия и горизонтальная линия, ну, или отрезки, как хотите. Да, получается четыре квадрата. Вот четыре варианта, четыре варианта подхода к жизни. Сверху у нас варианты Бог есть, внизу варианты Бога нет. С одной стороны, справа варианты я в него верю, слева варианты я в него не верю. Я понимаю, что я сейчас усложнил ситуацию, но здесь четыре таких квадрата. Значит, Бог есть, я в него верю, Бог есть, я в него не верю, Бога нет, но я в него верю, Бога нет, я в него не верю. Вот эта картинка, она классическая, она помогает здесь разложить какие-то вещи. Смотрите, если Бога нет, то тогда я верю в него или я в него не верю, но что от этого меняется? Да, моя жизнь в чем-то как-то преобразится, где-то вот я что-то буду делать по-другому. Конец мой будет таким же, как у человека, который не верит в Бога, потому что его нет. Ну, соответственно, верю, не верю, неважно. Но у меня получается такое, ну, личное, не знаю, ободрение, что ли, да, по спокойствию, совершенно верно. Да, я стою на том, чего на самом деле нет или кого нет, но я получаю спокойствие. Но, в конце концов, разница невелика. Теперь, если он есть, если Бог есть, то тогда разница фундаментальна. Вот верю, я в него, или нет. И получается, что в этой диаграммке выигрышная позиция находится в той части, где есть вера. Ну, потому что, верю я, если я верю, то есть он или нет, в любом случае, я, вот мне будет лучше. Я понимаю, что сейчас это скомпленно получилось. Но в процентном соотношении получается 150 на 50. В смысле? Почему? То есть, я не математик, конечно, но... Да, я тоже. Получается, что... Либо он есть, либо его нет. Это ведь у нас квадрат Декарта, верно? Ну, как бы да, если просто вот процентами, хотя мы здесь сейчас можем ошибиться, потому что теория вероятности, проценты, как ты, Маруся, знаешь из другой нашей передачи, которую мы делали с математиком. По-моему, с тобой это делали. Не со мной. Не с тобой, не со мной. Но я знаю. Ой, понятно. Вот, да, вот тут такая вещь получается. И действительно, вера помогает нам смотреть на некоторые вещи по-другому, но при этом есть ведь очень распространенное такое уверение, что убеждение, что Бог, как такой чудесный волшебник, должен сделать, чтобы все было хорошо. Вот не делает он так. Вот далеко не всегда при этой жизни он делает, чтобы все было хорошо. И самое интересное, что мы, ну, не вы, не мы, никто не может убедиться в том, что все на самом деле будет хорошо после смерти. И пока вот мы не дойдем до той точки, которая есть в жизни неверующих людей, никто не убедится. Да, и дальше... Никто не узнает правду. И нам даются некие утверждения, в частности, библейские утверждения. И тут вопрос, вот я это принимаю или нет. Действительно, если бы можно было научным методом, не терпящим возражения, доказать, что вера на 100% научно обоснована, тогда было бы легче. Тогда это была бы уже не вера. А что? Это была бы аксиома. Да, данность какая-то реальности нашей. Да, и страх, конечно, у верующего человека тоже страхи присутствуют. Но другое дело, что мы можем с ними что-то сделать, мы можем доверить их тому, в чьих руках, собственно говоря, вся наша жизнь. Я бы хотел тогда обратиться еще к одной истории, потому что был человек, который через это конкретно прошел. Помните, был такой Иоанн Креститель, мы про него читали? Да, он даже приходит с родственником Иисусу по Марии, по матери. Вот, и Иоанн Креститель когда-то, собственно, провозгласил миру, что приходит Иисус, приходит Творец, Спаситель. Вот, и случилась с ним такая вещь, что он сказал царю, правителю его времени, который взял жену своего брата, что он поступает неправильно, вот нехорошо он поступает. И вот уже Иисус исцеляет, Иисус уже совершает чудеса, а царь, которому сказали правду, но горькую, неприятную правду, берет и заключает Иоанна Крестителя в тюрьму, просто сажает его в тюрьму и все. И теперь представьте себе ситуацию, Иоанн в тюрьме, он услышал про то, что происходит наружу, он знает этого Иисуса, он крестил этого Иисуса, он даже родственникам этому Иисусу приходится, и о нем Иисус сказал, что вот идущий за мной, извините, он об Иисусе сказал, что идущий за мной сильнее меня, больше меня. Иоанн сейчас в тюрьме. И вот тоже в Евангелии мы читаем, Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? То есть, он начинает задаваться вопросом, я тебе служил, я о тебе говорил, я тебя крестил наконец, а я сейчас торчу здесь в тюрьме. Может, я вообще ошибся? Может, это не ты? Может быть, вера моя была как-то не на то направлена? Вот такое сомнение. То есть, вы хотите сказать, что вот это тот человек глубоко верующий, который называется крестителем, он усомнился в том, что Иисус не Мессия? Мне кажется, ему стало обидно просто, что... Только из-за своей реальности, то, что он... Конечно! Конечно! Именно это я и хочу сказать. Более того, это говорю не только я, это говорит Иисус. Отвечая на этот вопрос, ты ли это, или нам ждать другого, отвечая на этот вопрос, записан это в Евангелии от Матфея 11 глава, Иисус говорит ученикам Иоанна, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят». То есть, это в тюрьме, в тюрьме, а вот тут такое происходит. «Прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится». В других переводах «не усомнится обо мне». Вот так вот. Как вы думаете, он ругает Иоанна? То есть, он говорит, слушай, как вообще ты мог усомниться? Нет, мне кажется, вот этими своими словами он говорит, что это твое испытание, ты должен его пройти. Но с точки зрения Иоанна, это как-то выглядит все равно не очень. С точки зрения, если даже обычного человека смотреть, я сижу здесь, ты мне не помогаешь, я в тебя столько верила, я в тебя столько вложила, а ты вот такой сякой, мне стакан воды не подаешь. Ну, то есть, там слепые прозревают, хромые ходят, а тюремная похлебка от этого лучше не становится. Да, мне кажется, что именно для Иоанна вот это сомнение и есть самое сложное испытание в его жизни. Я бы согласился, потому что Иисус отвечает дальше ученикам, он говорит об Иоанне Крестителе, причем самое интересное, что он не Иоанну просит это передать, а он уже ученикам говорит, комментируя происходящее. Истинно говорю вам, из рожденных женщинами, внимание, а кто из людей, кроме рожденных женщинами? Да, вот никого. Из рожденных женщинами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше его. То есть больше него никого не было, но сейчас начинается новый этап, новая эпоха, и вы будете больше него. А дальше он говорит, одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его. И очень часто спрашивают, что это значит. Вот я думаю, что в сегодняшние дни, вот в теперешние дни значение этого становится еще более ясным. Иногда бывают сомнения, иногда бывает, так что руки опускаются. И знаете, как в браке, да, вот никогда не слышали про треугольник семейных отношений? Нет. Нет? Три грани. Интимная близость, духовная близость и усилие воли. Вот если представить себе связь между двумя людьми, мужем и женой, вот этими тремя гранями. Смотрите, что получается. В первый, не знаю, месяц, год, два года, три года семейной жизни, как вы думаете, какое из этих влечений, какая из этих близостей больше всего, какая из них становится определяющей? Я думаю, первая. Конечно, первая. Интимное влечение. Они еще вау. Они влюблены в друг друга. Духовной близости еще особо нет. Они мало что вместе пережили. Потом приходит какой-то момент, когда они немножко друг другу надоедают. Представьте себе, что муж видит жену в халатике с нерасчесанными волосами. Это самое отвратительное, по-моему, в нашей стране. Что? Что он ее видит такой? Да. А что делать? И он после этого скажет, слушай, все, а я тебя больше не люблю. Здесь как раз настает момент усилия воли. Может быть, не только еще усилия воли. Там еще есть и духовная близость. Они через что-то вместе уже прошли. Есть еще житейская близость. Конечно. Потому что, если он носки разбрасывает, а ты чистюля, то тоже сложно будет. Ну да, но туда они, собственно говоря, будут искать какие-то, наверное, они будут искать какие-то пункты соприкосновения. То есть тут и житейская близость, и духовная близость начинает, душевная близость, если хотите вырабатываться. Но бывают моменты, вот в любой семье, уверяю вас, друзья, бывают моменты, когда и это не срабатывает. И на какое-то время начинает работать усилие воли. И люди понимают, что мы помним, что у нас было классно, мы помним, что было здорово, и будет классно, и будет здорово. И вот по этой вере мы идем вперед. Это усилие воли или привычка? Привычка это что-то скучное или нет? А вдруг там будет плохо? Подождите, а с чего вы взяли, что будет-то хорошо? Если друг другу они уже отвратительны после того, как женщина увидела, как разбросаны носки, а мужчина увидела, не знаю, ее в халате с нерасчетственными волосами, то я думаю, что там уже никакой любви и интимной близости говорить уже невозможно. Она не понимала, что мужчины иногда разбрасывают носки? Ну я, например, как бы считаю, что давайте как-то бороться со своими минусами. Тань, я думаю, это не знание того, чтобы все будет хорошо, а это такая надежда на то, что все будет хорошо. А давай мы это пройдем. Да, а давай мы все-таки научимся эти носки собирать. Давай мы что-то по этому поводу сделаем. Мне кажется, что это все-таки привычка к комфорту. То есть вот три года, допустим, было все хорошо. Они еще стеснялись друг друга. Да, а вот, Олег, как вы сказали, я вспоминаю, что до этого было так. То есть ты вспоминаешь такие хорошие годы своей жизни и думаешь, ну мне же было так хорошо, ну может быть попробовать. Дай-ка я поживу, когда я еще с этим человеком 30 лет. Ну я немножко, я еще, не знаю, я себя пересилю, да, но может быть все еще наладится. Да не наладится ничего. Обратите внимание, что Иисус именно так и разговаривает с учениками Иоанна Крестителя. Он говорит, скажите ему о том, что происходит. Слепые прозревают, немые говорят и так далее. Мертвые воскресают. Скажите ему, что происходит в тот момент, когда он находится в этой тюрьме. И вот для христианина это понимание того, что происходит, что Бог делает, оно во многом оказывается определяющим. Да, я сейчас страдаю, но, во-первых, в моей жизни не все было страданием, много было действительно хорошего, замечательного. Во-вторых, я знаю, что Бог делает, как он действует сейчас у других людей. И вот это, как в семейной жизни, воспоминание о том, что было, может быть, недавно было, оно помогает пройти и трудный этап тоже. Но в итоге закончил-то Иоанн Креститель тоже невесело. А кто помнит как? Отрубили ему голову. Там, да, доченька перед правителем плясала. И правителю это очень понравилось на вечеринке. И правитель говорит, слушай, я тебе дам все, что угодно. А мама этой доченьке говорит, а попроси голову Иоанна Крестителя. А зачем она ей была? Нужна. Кому? Дочери? Незачем. Дочери, матери. Матерью. Маму Ирод подговорил же. Да, мать ненавидела Иоанна Крестителя и хотела, чтобы его, потому что его просто посадили в тюрьму. А надо было его казнить. Вот чтобы казнить, голова не нужна. Нужно было избавиться от Иоанна Крестителя. И они избавились. И смотрите, даже в этот момент трагедию Иисус не остановил. А он в этот момент совершал служение, совершал исцеление, но не остановил. Да и как все это воспринимать после этого? Происходит трагедия. Несправедливость. Да, Иисус ничего с этим не делает. И Бог тоже. Кого-то спасли, кого-то не спасли. Так? Люди не равны, получается, все-таки? Как это воспринимать? Неужели люди не равны? Сегодня непростая у нас тема, непростая беседа. Я хочу снова перед нашей короткой паузой передрисовать этот вопрос слушателям. Вы как-то сегодня притихли, друзья. 8-800-333-1706 сайт devos.fm или наше мобильное приложение пишите, звоните. Давайте сделаем короткий перерыв сейчас, хорошо? Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем. 17.37 у нас на часах. В эфире по-прежнему программа «Читаем Библию вместе». А вот Олег, вы зря сказали, что у нас все молчат. Нам пришло сообщение. Я его прочитаю. Пишет нам Владимир. Здравствуйте. Я езжу на периферию каждую неделю на 2-3 дня с проповедью Евангелия. В один из дней возле дома, где я живу в эти дни, меня встретил один человек и сказал «Убью» и пошел дальше. Страха не было, но грусть и жалость к тому человеку во мне перемешались. Я ведь понимал, что если Бог допустит этому случиться, то что я могу сделать? Помолился и спокойно лег спать. Как вам? Я могу просто удивиться и позавидовать в вере Владимира. Человек тебе сказал, подошел на улицу и сказал «Убью», а у него даже не промелькнула мысль. Суждено, не суждено. Так это? Не, суждено, не суждено. Бог допускает или Бог не допускает. Кстати, 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 вот историю с Иоанном Крестителем мы неслучайно рассказали. Понимаете, я бы был в шоке, если бы это было так, значит, Иисусу вдруг приходят, к Иисусу приходят и говорят, ты знаешь, тут Иоанну Крестителю голову оторвали. Он такой, ребята, а я ведь не знал. Я бы удивилась, ребята, а я ведь знал, было бы еще смешнее. Ребята, а я ведь знал, да, это был бы такой характер Бога, неприятный достаточно. Но было бы интересно, ребята, я ведь не знал, вот я бы мог что-то по этому поводу сделать, но не сделал. Интересно, что Иисус знает, что происходит. Иоанн знает ответы Иисуса. Иисус буквально общается с Иоанном. Он говорит, вот да, с тобой так будет, но каждый из нас будет понимать, что мы в курсе, что Бог в курсе того, что с тобой происходит. Вот Владимир пишет, вот хорошо, жалко тебя, если ты собираешься меня сейчас убить, но если у Бога это уже предопределено, то я на это пойду. Вот и все. Это не Бог, который вдруг восклицает. Ребята, я не знал. Это не освобождает вопрос, кстати говоря, почему именно так он поступает. Но, по крайней мере, его знание действительно дает нам некий ответ. У нас еще звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Я вас слушаю. С удовольствием. Вот вы требуете ответа. Нет, мы не требуем, мы просим. Да, я могу ответить. А, то, что, в смысле, боюсь терактов-то? Нет, у меня страха нет никакого. По принципу, что снаряд в одну и ту же воронку не попадает. То есть уже там, наверное, все предприняли какие-то меры, типа, так вот. То есть вы надеетесь... Сейчас, 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 сейчас. То есть вы не боитесь, потому что вы надеетесь, что предприняли какие-то меры. источник вашей уверенности, силовые структуры, которые меры приняли. Да. Только раз, несколько лет. Почему, Тань? Нет, это моя уверенность. И я не боюсь. Владимир. Но ведь, а как же теракты, которые были в Москве, когда прогремело два взрыва? Ну, бывает. Что говорить? Вы сказали, что не бывает. Вы сказали, что не бывает. В одну воронку дважды не попадает. Теперь говорите, что бывает. Так не бывает или бывает? Определитесь. Это в Москве попадает в одну воронку, а в Петербурге не попадет. А вы в Питере живете? А? А вы в Питере живете? Нет, я вовремя приехал. Как говорится, вовремя туда, ну, так, грубо говоря, слинял. И остался жив. Я понял. Спасибо, Владимир. Вот такая позиция. Спасибо большое. Значит, я вовремя слинял. Если надо, обо мне позаботиться. Вообще-то, вот снаряд в воронку дважды, в одну и ту же воронку дважды не попадает. Да, только на другие станции попадают. Мне кажется, это очень оптимистичный жизненный подход. Но, с другой стороны, вот мотив переехать, возможно, он был внушом богом. То есть, возможно, это бог миловал. То же самое, как ты рассказывала, Таня, про ситуацию, что кто-то там поехал на такси, кто-то просто не зашел в этот поезд. Да, но, опять-таки, нам бывает сложно. Понимаете, здесь вопрос еще не только в том, останемся мы в живых или нет. Вопрос в том, как мы к этому относимся. Понимаете, ведь можно не попасть, допустим, в какой-то теракт, можно прийти к врачу, и врач говорит, вы знаете, у вас рак, скорее всего. Да, вот вас обследовали. Опять вопрос. А какая будет реакция? Насколько мы будем готовы от бога принять то, что происходит? Ну, вот, кстати, в ответ на ваш вопрос нам написал Александр. Он нам написал, чистая вера в бога удаляет страх перед смертью и перед бедами. Бог посылает силу воли и бесстрашие. Это из личного опыта. Вот это подтверждает то, о чем говорил Владимир. Не тот Владимир, который звонил, а тот, который писал. У него тоже есть такой чистый опыт, личный опыт и чистая вера. Да, Александр, с одной стороны соглашусь, действительно. С другой стороны, иногда вот эти слабости, слабинки вот эти бывают. Слушайте, если у Иоанна Крестителя она была, то, наверное, у нас тоже. То есть, понимаете, ты не думаешь даже о том, что вот бог меня сохранит. Ты просто доверяешься в том, что он все сделает в последний момент, в нужный момент, так, как ему надо. Даже если меня на этой земле не будет, я буду в вечности. Вот это большое-большое различие. Это то же самое. Но не то же самое. Я почему-то вспомнила, что Иисус ведь тоже не миновал, скажем так, горькой участи. А вот это самое главное. Он молится, Иисус молится в Ефиманском саду, говорит о том, что, Боже, доминует меня чаши сия. То есть, по-человечески Иисусу совершенно не хотелось бы по-человечески умирать. Вот, он говорит, доминует меня сия чаша. И оговоривается, если возможно. Но при этом он с готовностью идет на смерть за нас. Он говорит, но будет не моя воля, но твоя. А более того, он говорит о том, что я мог бы послать легион ангелов. Это много. Это очень много. И они бы его защитили. Но он это не делает. То есть, он идет на эту смерть до конца, как бы сложно это ни было. Да, вот я хотел как раз об этом сказать. О том, что какими бы верующими людьми мы ни были, всегда есть у нас инстинкт самосохранения. И вы, Олег, подтвердили мои слова вот этим фрагментом, что даже Иисус боялся. Так это нормальный. Самый верующий, мне кажется, из нас, из живущих. Абсолютно нормальный инстинкт. Слушайте, если кто-нибудь вам сейчас захочет заехать по физиономии, наверное, вы отдернетесь. Наверное, вы отклонитесь. И любой из нас это сделает. Это нормальный инстинкт самосохранения. Ну, вот тогда слова Александра о том, что чистая вера удаляет страх перед смертью и перед бедами, мне кажется, спорными. Мне кажется, скорее умаляет, чем удаляет. Потому что это такие вещи, которые нельзя полностью искоренить из себя. А это не разные ли вещи? Инстинкт самосохранения. И, с одной стороны, то, что происходит с нами, действительно инстинктивно. Вот нас пытаются бить, мы от этого уходим. И, с другой стороны, ощущение, ну, вот я не могу, меня сковывает, меня парализует страх, я не могу сесть в метро, я не могу войти в троллейбус. Потому что, а вдруг что случится? Мне кажется, это принципиально разные вещи или нет? Ну, вы говорите, сковывает, парализует страх. Это и есть, мне кажется, первобытный импульс такой. Мне кажется, немножко по-другому. Если мы чего-то боимся, и нас прямо сковывает, и мы не идем в тот же вагон метро, либо в какой-то троллейбус, может быть, как раз-таки Бог с нами через этот страх оговорит то, что не иди туда, тебе еще пожить немножко надо. Предчувствие. Да, предчувствие. В принципе, любой страх, когда человек боится высоты, как говорится, он боится не высоты, он боится упасть с этой высоты. Ну, конечно. Убивает не высота, а убивает падение. Это все один глобальный страх смерти, из которого выросли все остальные страхи. То есть и вопрос в том, что верующий человек, ему как-то проще с этим бороться, потому что он верит в том, что жизнь будет дальше и после смерти. Но страх-то все равно есть. Да, верующий человек при этом все равно испытывает страх, он просто понимает, что будет по-другому. Хотя, знаете, что мне вспоминаются слова одного семинарского преподавателя. Может быть, кто-то из вас по этому поводу даже улыбнется, не знает он. Но он объяснял нам так. Согласитесь, не согласитесь. Он говорит, вы знаете, да, он был верующим человеком, христианином, профессором Нового Завета. Он говорит, понимаете, я скорее лягу под нож к неверующему хирургу на операцию, на серьезную. Почему? Кто догадается? Я слышала уже. Потому что он надеется только на себя? Нет, потому что верующий хирург скажет, ну, не туда зарежу. Ну и что? На всю волю Божию. На всю волю Божию. Будет этот человек в раю скорее. Все нормально. А я получу прощение. А неверующий хирург, по крайней мере, за мою жизнь будет бороться. То есть такой взгляд он тоже есть. Он такой полушуточный, понятно, да? Мне кажется, вообще нешуточный. Почему? Мне кажется, верующему хирургу нужно разграничивать веру в Бога и веру в свои силы. Таня просто чушь, черный юмор. Один мой знакомый, поэтому говорит, что врач лечит, но Бог исцеляет. Вот тут вот такое разграничение. Я могу сделать то, что могу. Нам тут пишет Сергей, у меня больше страх за близких. Вот, кстати, что я больше разделяю, даже чем страх за свою жизнь. А именно это, кстати говоря, ну, Сергей, я не знаю, верующий человек или нет, но предполагаю, что да, но именно это во многом побуждает нас говорить о Боге близким. Понимаете, мы начинаем опять, если мы люди верующие. Если я знаю, что этот человек, в конце концов, будет тоже в небесах, мне легче. Если я не понимаю, что с ним, тогда мне очень тяжело. Мне довелось беседовать много лет назад уже с человеком, который, девушка, женщина, ее отец был участником ликвидации чернобыльской аварии, причем на очень-очень ранней стадии. И он умер, он умер болезненно. И вот эта моя собеседница не могла найти себе места. Она говорит, я очень хочу, чтобы этот человек был верующий, но я не знаю, произошло с ним покаяние или нет. Вот для нее это был серьезный страх, что произошло с моим папой. А мне как раз вот это и есть две кардинально разные вещи. Страх за свою жизнь и страх за своих близких. Потому что страх за близких, он уже, мне кажется, не опирается на какие-то человеческие низменные институты. Это уже не самосохранение. Или же это, допустим, когда ты хочешь, грубо говоря, видеть своего близкого, умершего рядом с тобой после смерти, то просто потому что ты хочешь его видеть. И опять для неверующего человека все вроде бы должно быть проще. Какой там после смерти? Все с гнием. Но ему не становится проще. Он боится и за себя, и за того парня. Верующему человеку как раз оказывается проще. Я сейчас не говорю, подтверждается это вера или нет. Я просто по факту. Потому что он ожидает вечности, он ожидает Божьего присутствия и для себя, и для того парня. Вот это фундаментальная разница. С этой мыслью гораздо сложнее примириться, что мы все с гнием. Почему? Ну как-то не очень. Да ладно, зато здесь никаких требований. Ну в смысле, требований-то все равно есть. Меньше их нет. Ну, спорный вопрос. Мы к Пасхе, друзья, подходим, к пасхальному сезону. Мы специально сегодня не стали подробно говорить о страдании Христа, потому что следующие две недели мы, собственно, этим и будем заниматься. И так или иначе продолжать ту тему, которую начали сегодня. И кажется, нам пора завершать на сегодня программу. Да, на сегодня мы уже будем прощаться. Хотим пожелать вам меньше бояться, больше жить. и находить упование в Боге. С вами были Макс Белозеров, Маруся Иванова, Татьяна Круг и Олег Шевкун. Всем пока.